Божья воля в том, чтобы каждый верующий был благословен и имел жизнь с избытком, чтобы быть благословением для народов. Вы либо верите в то, что призваны жить в поражении, либо верите, что ваше призвание — жить в победе. Входя в эту церковь, вы делаете шаг в победу, и в вашей жизни начинаются лучшие дни. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Каким вы видите Бога? Вы видите большого Бога, имеющего большой план для вашей жизни, или маленького Бога, который удерживает от вас. Эйден Тозер, один из выдающихся современных богословов, сказал, «Самое главное, что можно сказать о людях, это какой взгляд у них на Бога». Они смотрят на Бога, как на того, кто постоянно злится или вечно грустный. Может, вы видите Бога жестким или отстраненным. Вы думаете, что Ему наплевать на нюансы вашей жизни, и что Ему важно лишь то, что несет огромную значимость. Ваш взгляд на Бога определит вашу жизнь. И второе, что мы должны знать о человеке, это его мнение о том, каким Бог его видит. Бытия, глава 15 стих 1. «После сих происшествий было Слово Господа к Аврааму в видении». После сих происшествий Авраам был в шатре. Мы знаем это потому, что в 5 стихе сказано, что он вышел из своего шатра. Это была звездная ночь. С 1 по 4 стих он все еще в своем шатре. Зачастую мы превращаем нашу жизнь в свой шатер. Когда мы переживаем в своей жизни какие-то провалы, мы все больше и больше закрываемся в себе. Мы привыкаем к тому, что огонек внутри этого шатра — это все, что мы имеем. Это и есть наша жизнь. И написано, что Бог пришел в шатер Авраама. Он дал ему видение. Бог обратился к нему. «Авраам, нам нужно поговорить». Авраам говорит, «Я не выйду из своего шатра». Авраам пытался показать своему Богу свой характер. Вы обратите внимание на три слова. «После сих происшествий». Давайте скажем их вместе. «После сих происшествий». Что это за происшествие? Дело в том, что в 12 главе книги «Бытия» Бог пообещал Аврааму, что у него будут дети. Он будет благословен и будет благословением для народов земли. Но к 15 главе через 20 лет ничего этого не произошло. Что делать, когда вы знаете, что Бог вам сказал? Что это произойдет, но этого так и не происходит? Не происходит ни через год, ни через два, ни через пять лет. Вы думаете, «Бог, я думал, что к этому моменту у меня уже будет семья». Думал, у нас уже будут дети. Бог, я рассчитывал поступить на бюджет. Мне приходится выплачивать долги, ведь я учился по контракту. «Твоё слово говорит, что мы будем только давать взаймы, а брать не будем». Но этого не происходит, и мы раздражены. И в своем раздражении мы прячемся в своем шатре. У Авраама были верблюды, и скот и слуги. У него были деньги, но не было детей. Все остальное не имело значения. Многие люди имеют много всего, но они все же несчастны, потому что сосредоточены на том, чего им не хватает. Вы можете быть богаты, но все же быть крайне несчастны. Если у вас распадается брак, или ваш сын терпеть вас не может, у себя в офисе вы большой человек, а дома вы никто. И сколько бы денег у вас не было, эту проблему не решить. Авраам хотел ребенка. Бог сказал ему, «Авраам, я знаю, что ты хочешь, но ты слишком сфокусирован на моей руке, а я хочу, чтобы ты искал моего лица». Мы хотим чего-то от Бога, вместо того, чтобы желать отношений с Ним. Многие христиане остаются в своем шатре. Мы просим Бога что-то нам дать, а Он хочет, чтобы мы осознали, сам Бог — всё, что нам нужно. Бог говорит, «Я твоя награда, твой щит». Если вы будете искать Божьего лица, вы получите и то, что у Бога в руке. Это будет проявлением ваших отношений с Богом. Ваши мечты будут осуществляться, и надежды сбываться. Если вы сосредоточены лишь на том, чтобы получить от Бога, а не на познании Бога, вы пропустите то, что Бог желает вам дать. Многие христиане просто хотят что-то получить от Бога. «Дай мне это, Бог, сделай для меня это». Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты знал, что я твоя награда, у тебя будут дети, будут семья, но ты должен знать, что твоя награда — это я». Авраам отвечает Богу во втором стихе, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Всё моё наследство достанется слуге в доме моём. Моё имущество даже не останется в моей семье». Потом Авраам сказал Богу, «Только взгляни на мою жену, только взгляни на мою жизнь. Это всё, что у меня есть, Бог, взгляни». Бог будто не видит. Бог видит всё, каждую деталь нашей жизни. Бог всё прекрасно знает. Но Авраам повторял снова и снова, «Только взгляни на мою жизнь». Нет, ну ты видишь? Ты видишь, как я живу? Бог говорит, «Я всё прекрасно вижу». Авраам говорит, «Нет, ты не понимаешь. Спустись, взгляни на мою жизнь. Я так расстроен, Бог. О, если бы ты решил бы проблемы в моей жизни. О, если бы ты устранил натянутые отношения в моей семье. Авраам огорчён ещё от того, что жена давит на него». Она говорит, «Разве Бог не сказал тебе, что у нас будут дети?» Он ответил, «Да». Так почему же этого до сих пор не произошло? Вы когда-либо ощущали давление со стороны людей касательно того, что должно произойти, но ещё не произошло? У вас нет ответа на их вопрос. Они спрашивают, «Почему ты до сих пор не замужем?» А ты отвечаешь, «Не пойти же мне в магазин, где продаются мужья, и там купить себе кого-нибудь?» Или ты парень, и семья давит на тебя, что тебе пора жениться. Жёны, они ведь на деревьях не растут. Не так всё просто, как кажется. Но я стараюсь. Почему у вас до сих пор нет детей? Господь, ты только взгляни, как я живу. Вот она моя жизнь, посмотри. Мы сами запираем себя, строим барьеры от Бога, прячемся в свой шатёр. На прошлой неделе я говорил вам, что нашёл в офисе отца вот это фото. Это участок земли, его план. Так как это выглядело 30 лет назад. Моя бабушка, секретарь церкви, она здесь главный босс, не так ли? Она спросила, «Хочешь взять себе это фото?» Я сказал, «Да». Кто бы ни сделал этот снимок, на нём, если приглядеться, можно увидеть очень много всего. Мы здесь видим университет Орла Робертса, видим реку Арканзас. Потом идут коровьи пастбища, деревья. На них прячутся койоты и ящерицы. Представьте, если бы, глядя на этот снимок, мой отец решил, «Какие чудесные пастбища!» Не будем их трогать. Оставим мы эту землю коровам и койотам. Мы просто будем вечно арендовать залы. Не станем приобретать землю в собственность. Не будем открывать библейские школы. Но что сделал мой отец? Он не принял данный снимок, как окончательное видение, которое не терпит перемен. Многие люди берут снимок своей жизни в данный момент и тащат его в свой шатёр. Мы устраиваем музей из нашей жизни, оплакиваем её. Такова моя судьба. Но не повезло мне по жизни. Что делать? Я уже никогда не женюсь. У меня не будет детей. Мне не выбраться из долгов. Мы ни за что не потянем купить дом. Уже ничего не изменить. Всё таки останется. Мне не на что будет надеяться. Придётся просто смириться, что у меня такая судьба. Я неудачник. Забери меня к себе, Господь. И Господь говорит, «Я пытаюсь сотворить новое. Пора тебе удалить свой профиль в Инстаграм и создать новый». Ты бесконечно смотришь на старые фото и оплакиваешь свою жизнь. «У меня есть для тебя новое». Но ты должен выйти из своего шатра. Шатра посредственности. Ты не должен останавливаться ни на том, ни на этом. Бог хочет возбудить вас в жажду чего-то большего. Он говорит, «Я не хочу, чтобы ты всю свою жизнь был рабом этой вредной привычки. Думаю, мне не избавиться от этой зависимости. Я всегда буду так ужасно себя чувствовать. Депрессия будет моим вечным спутником. И мы устанавливаем здесь свой шатёр, как будто это и есть наша жизнь. Мы ставим шатёр на земле отчаяния. Мы покрываемся страхом. Словно прячемся в шатёр. И Бог говорит, «Вылезай уже из своего шатра». Четвёртый стих. «И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдёт и чересил твоих, будет твоим наследником». Но Бог не мог донести этого, пока он прятался в шатре. В пятом стихе Бог выводит его из шатра. Бог вынужден вытолкнуть тебя из твоего мышления. По благодати Божьей Он выводит нас. Думаю, выйди из шатра, Авраам всё ещё пятился назад. Сначала он понял, над ним нет потолка. Бог говорит, «Посмотри на небо и сосчитай звёзды, если ты можешь, счесть их». И сказал ему, «Сколько будет у тебя потомков, многочисленнее, чем песок морской». Авраам попытался сосчитать. Один, два, три, четыре, пять, десять, девятнадцать. Бог, и них невозможно сосчитать. Вот именно. Ты просишь меня дать тебе одного ребёнка. Я пытаюсь дать тебе миллиард детей. Ты просишь меня, чтобы тебе повысили зарплату. И я же хочу, чтобы ты стал владельцем компании. Ты просишь меня дать достаточно денег, чтобы оплатить семестр. Я же хочу покрыть все твои расходы на колледж. Ты просишь достаточно средств, чтобы оплатить все счета, чтобы как-то свести концы с концами. Я хочу освободить тебя от долгов, исцелить тебя от рака. Я хочу, чтобы ты был головою, а не хвостом. Но всё сводится к тому, каким вы видите Бога. Когда вы расширяете свою возможность поверить в то, что Бог желает вам помочь. Не просто помочь избранной группе людей. Бог желает, чтобы каждый верующий был благословён, имел жизнь с избытком и был благословением для народов. Это касается не только группы евреев в Израиле. В Новом Завете сказано, что мы заключили такой же завет с Богом, как и Авраам. Мы наследники завета, согласно которому Бог обещает благословить нас. Кто вас благословит, благословен будет, и вы будете благословением для народов земли. Вам нужно верить, что вы не призваны жить в поражении, но призваны жить в победе. Входя в этот Дом Божий, вы делаете шаг в свою победу. В лучшие дни вашей жизни пришла пора вылезти из шатра и начинать считать звёзды. Пора стряхнуть пыль с ваших мечтаний и идей. Пора начинать верить во что-то большее и лучшее для вас и вашей семьи. Начните верить, что все ваши дети будут спасены. Начните верить, что ваши родители, ваши бабушки и дедушки примут спасение. Начните верить в то, что вы сможете спонсировать миссионерские поездки и строительство христианских молодёжных центров. Начните верить, что вы будете самым щедрым деятелем в церкви. Перестаньте ограничивать веру. Верьте в большее. Перестаньте провозглашать то, что вы видите естественными глазами. Провозглашайте сверхъестественное. Мы призваны жить не с земли на небеса, а с небес на землю. Возьмите небесные принципы и принесите их на землю. Начните провозглашать с верой, и вы сможете это сделать, если выйдете из своего шатра. Парень по имени Курт выставлял товар на полке в супермаркете. Каждый день он трудился и зарабатывал всего 5 долларов в час. Он женился на женщине с детьми и усыновил её детей. Он изо всех сил старался быть хорошим мужем и хорошим отцом для этих детей. Он работал в супермаркете, выставлял товары, думал, «Может, Господь может меня использовать?» Он регулярно ходил в церковь, был уверен в десятине. И он верил, что у Бога есть нечто большее для него. Курт Уорренер стал квартербеком. Его команда выиграла чемпионат страны, потому что этот парень не сдавался. Он имел видение для своей жизни. Если посмотреть на Авраама, ему было 95 лет, когда Бог сказал ему вылезти из шатра. 95 лет. Авраам был ошарашен. Что сейчас, когда это физически невозможно? Думаю, Бога привлекает твои слабые стороны и то, что кажется тебе необъяснимым. Бог хочет расширить наши границы и наше мышление. Из этого можно сделать четыре вывода. Первый. Чтобы увидеть, нужно выйти из шатра. Какое вы видите вашу жизнь? Каким вы видите ваше будущее? Исайя, глава 43, стих 19. Вот я сделаю новое. Неужели вы этого не хотите знать? Я продолжу дорогу в степи, реки в пустыне. Какое вы видите вашу жизнь? То, что вы видите, это то, где вы однажды окажетесь. Нужно увидеть это в голове. Евреям, глава 11, стих 1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невиданном. Будущее принадлежит тем, кто может видеть то, чего не видят другие. Многие люди приняли то, что видят сегодня. Они затащили этот снимок себе в шатер и не видят будущее. Я разговаривал с людьми, которые говорили, «Я никогда не мог себе представить, что у меня будет собственный дом, собственная компания. Я не представлял, что могу написать книгу. Не представлял, что могу быть пастором в церкви». Твои представления тебя ограничивают. Если ты мыслишь малыми категориями, ты не увидишь великого. Начни видеть внутри себя более потрясающую жизнь. Бог будоражил видение Авраама. Он хотел, чтобы он увидел большее. Второй вывод. Чтобы мыслить по-новому, нужно выйти из шатра. Ваша самая доминирующая мысль превратится в действие. Каковы мысли в сердце человека, таков и он. Итак, о чём вы помышляете? Римлянам 12 глава. Чтобы ваша жизнь изменилась, нужно заниматься обновлением ума. Нужно начать думать на более высоком уровне. Господь, я хочу помышлять только о том, что истина и достойна похвалы. Если вы только и думаете, «У меня никогда ничего не выйдет, я не могу пережить прорыв в своей жизни». Ой, если ты вмешался бы, Бог, необходимо начать менять свои мысли. В первой главе Иисуса на вина Бог обратился к нему и сказал, «Ты завоюешь эту землю. Моисей мёртв. И теперь настала твоя очередь. Иди и завоюй эту землю». Иисус на вина был в страхе и отчаянии. Его наставник мёртв. Бог сказал, «Как я был с Моисеем, так я буду с тобой. И куда станет нога твоя, ты завоюешь эту землю. И всему, к чему прикоснётся твоя рука, я дам успех». Но вот условия. Для благословенной жизни есть условия. Многие хотят жить благословенной жизнью, но не хотят сдаваться в руки Иисуса. Многие хотят жить благословенной жизнью, а сами опускают голову в ведро с мусором. Если в вашем разуме мусор, вы не можете пережить благословения, какие у Бога есть для вас. Избавьтесь от него. Ваш разум должен очиститься. Смойте этот мусор в унитаз. Скажите, смойте мусор. Если пришла мысль не от Бога, смойте её. Мысль страха, мысль нищеты. Я буду вынужден работать в поте лица. Перестаньте верить в ограниченную жизнь. Если вам нужна хорошая машина, чтобы вы были благословением для вашей семьи, просите об этом Бога. Пусть это станет вашим видением. Верьте и размышляйте об этом. Бог велел Иисусу на вину помышлять о Слове днём и ночью, и тогда Он будет успешен. Размышление над Словом — это не просто читать по три главы в день. Многие не понимают, что значит размышлять о Слове. Третий вывод. Нужно выйти из шатра и только потом говорить. Что вы говорите о своём будущем, о своей жизни? Библия говорит, что в наших словах есть сила, жизнь и смерть во власти языка. Прежде чем увидеть, как что-то происходит, нужно это сказать. Начни говорить пророчески о том, куда Бог приведёт тебя. Поэтому мы всегда начинаем неделю, исповедуя, что мои лучшие дни ждут меня в ближайшем будущем. Кто-то слишком зациклен на своём прошлом. Я так скучаю, потому что было пол. Мне трудно ходить в церковь. Кто-то говорит, «Как я могу сказать, что лучшие дни впереди, если я в зависимости?» В моей жизни сплошной беспорядок. Какие лучшие дни, если моя жена ушла от меня? Пол, как лучшие дни могут быть впереди, если меня ненавидит мой сын? Прекратите провозглашать то, что видите. Провозглашайте то, чему предстоит произойти. Перестаньте исповедовать то, что видите физическими глазами. Провозглашайте сверхъестественные перемены. Мы призваны жить не с земли к небесам, а с небес на землю. Возьмите небесные принципы и принесите их в наше измерение. Начните верить и исповедовать то, что этот мир считает невозможным. Интересно, что в 6 стихе сказано, «Авраам поверил Богу». Он поверил Богу. Давайте прочитаем это место в расширенном переводе Библии. Нужно вытащить мозг из микроволновки. Я разговаривал с одним пастором, когда проповедовал в городе Ноксвилль, штат Теннесси. Моя проповедь там была очень похожа на это послание. В тот вечер около 30 человек приняли Господа. Ко мне подошел пастор этой церкви. Он был весь в слезах. Я сказал, «Я начал эту церковь 6 лет назад». Он сказал, «Вы первый пастор, кто так открыто говорит о всех своих борениях и о том, как порой тяжело». Он сказал, что теперь он как бы получил позволение рассказать мне свое свидетельство. Он не решался раньше говорить с кем-то об этом. Он рассказал через год после основания церкви. Она насчитывала всего 15 человек. И ему очень хотелось сдаться, закрыть двери церкви. Он сказал, что чувствовал себя полным неудачником. Он сказал, «Мне было 35 лет, у меня было трое детей, мы еле-еле сводили концы с концами, все средства шли на церковь». Он сказал, что в церкви было 15 членов. Эту церковь основала большая организация под названием «Арк». Это значит «Ковчег». Это большой союз, насаждающий новые церкви. Он позвонил в эту организацию и попросил дать ему список пасторов, которые в первый год их служения не видели особых результатов. «Арк» насадила где-то тысячи церквей за последнее время. «Дайте мне имена пасторов, у кого было 15-20 человек, но теперь их служение было успешно». На той стороне ему ответили, «Таких нет». Пастор сильно расстроился. «Что вы имеете в виду?» Ему ответили, «Все пасторы, у кого в церкви было так мало людей, оставили служение и сдались». Они прекратили служить и опустили руки. Этот пастор был сильно огорчен. Он заплакал и вдруг почувствовал в своем сердце побуждение сказать, «Впишем мое имя в этот список». Я хочу, чтобы через пять лет мне позвонили пасторы, и мне будет, что им сказать. Я смогу засвидетельствовать им, что Бог приговорил большее. Он перевернет обстоятельства. Сегодня, возможно, вы в отчаянии, но у вас все получится. Он сказал мне, «Сейчас к нам каждое воскресенье приходит 800 человек в три потока». Им подарили здание для церкви. Там есть детское крыло, молодежное крыло, главный зал и также 4 гектара земли, чтобы они могли расширяться. В моей проповеди я постоянно повторял, «Если не сдаешься, то одержишь победу. Главное не сдаваться, и ты обязательно победишь». Не слушай скептиков и тех, кто бросает в твой адрес презрительные замечания. Если ты выстоишь, когда люди предадут тебя и уйдут из церкви, поверь, самые лучшие дни прямо перед тобой. Я надеюсь, что Бог говорил с вами через это послание, вдохновил вас и напомнил, что Он за вас. Он с вами. Он любит вас. У Бога есть прекрасный план для вашей жизни, чтобы вам не пришлось пережить в прошлом, и какой бы ни была ваша теперешняя ситуация, знайте, что у Бога прямо сейчас есть для вас лучшее, лучшие дни. Бог вас не оставил. Фотография нашей жизни все еще проявляется. Бог дает вам будущность. Если вы все еще дышите, то есть есть надежда, и у вас есть будущность, я хочу пригласить вас совершить молитву вместе со мной, сдаться в Божьи руки, сказать Ему, что вы доверяете Ему и хотите следовать за Ним. Повторите эту молитву за мной. Иисус, я сдаюсь в Твои руки. Я весь Твой Господь. Я каюсь в своих грехах. Бог, я уповаю на Тебя и прошу Тебя простить меня. Я принимаю Твое прощение во имя Иисуса. Аминь. Иисус не только прощает вас, Он дает вам силу жить победоносной жизнью. Я верю, что после того, как вы помолились этой молитвой, в вашей жизни начнутся лучшие дни. На экране вы увидите номер телефона, по которому сможете связаться с нами для молитвы. Заходите на наш сайт, оставляйте молитвенные просьбы и свидетельства о том, как вас коснулось наше служение. Станьте нашим партнером, чтобы мы могли достигать людей по всему миру. На сайте вы можете найти проповеди, блоги и вдохновляющей статьи. Мы любим вас. Ваши лучшие дни еще впереди. Спасибо, что посмотрели программу «Победа с пастором Полом Доггерти». Наша программа выходит в эфир при поддержке наших телевизионных партнеров и друзей. «Победа с пастором Полом Доггерти» «Победа с пастором Полом Доггерти»